Приветствую всех зрителей Диалуа с Донбассом. Сегодня будем говорить о том, что наболело. Команда проекта посетила ряд городов Донецкой и Луганской областей, чтобы дать возможность жителям края задать свои вопросы. Сегодня начнем с такой темы. Открытие рынка земли вызывает обоснованное беспокойство людей. Давайте послушаем. Добрый день, Юрий Анатольевич. Хотел спросить вас, как у опытного политика по поводу открытия рынка земли. Как вы считаете, нужно оставить все как есть или что-то поменять? Ну и какие будут последствия от этого решения? Меня интересует продажа земли. Кто ее сможет приобрести? Лично для моей семьи это будет реально? Или только для состоятельных людей? Ваш комментарий. Это как раз вопрос, который сегодня беспокоит всех жителей страны. В том виде, в котором этот рынок принят сегодня, он лишает возможности конкурировать наших фермеров с транснациональными корпорациями, под которыми, собственно говоря, и был выписан этот рынок. То есть, чего боится сегодня фермер, которого там 200-300 гектаров земли? Он просто боится того, что придет во время продажи земли какой-нибудь крупный агрохолдинг, у которого колоссальные финансовые возможности, неограниченные, несоизмеримые с фермером, и просто выкупит эту землю. И он лишится земли, а, соответственно, люди потеряют рабочие места, которые на ней работают, потому что крупные агрохолдинги, они работают вахтодым методом. Они приезжают, посеяли, через полгода приехали, убрали, а рабочие места в селе не создают. Рабочие места создают в селе только фермер, который в этом селе живет. В этом основная опасность этого закона. И поэтому мы требовали, чтобы он прошел сначала через референдум, этот закон, чтобы люди сказали свое мнение, так, собственно говоря, как обещал действующий президент, когда он шел к власти. И только потом принимать закон в том виде, в котором он защищает нашего фермера, нашего производителя. Поэтому в этом опасность, почему мы боролись, боремся и будем бороться против вот такого, с нашей точки зрения, антинародного закона, который принял был ночью в пандемию Верховной Радой, под нажимом западных кредиторов. И вот так вот поступили с собственной землей. Бороться будем дальше, борьба будет продолжаться. Тарифы. Больная тема, которая касается практически каждого. Давайте послушаем. Тарифы, это, конечно, больная тема. И я думаю, что, конечно, по тарифам надо что-то решать. Конечно, в положительную сторону для населения и для всех граждан Украины. Это заплатить коммуналку, а те, как уже и думать, не стоит. Вы знаете, вот каждую передачу «Диалог с Донбассом» и, собственно говоря, каждый эфир, каждая встреча в областях, куда езжу, не только на Донбассе, а по всей стране, первый вопрос – это вопрос тарифов. Ну, нельзя было так обманывать людей. Ведь когда сегодняшняя власть шла к власти, когда были выборы, абсолютно четко и действующий президент сегодня, и все это его команды обещали, что мы снизим коммунальные тарифы в два раза, чтобы не было шока у людей, когда они открывают коммунальную платежку. Обманули, вместо снижения увеличили тарифы, продолжают это делать. Сейчас будут пытаться поднять еще тариф на электроэнергию для людей, рассказывают какие-то басни, на самом деле, но реально просто обманули людей. Вот взяли и просто подняли еще тарифы даже от того уровня, который был по предыдущей власти, которые, собственно говоря, тоже вот так же обещали благодействие, борьбу с бедностью. А на самом деле вот тариф на ярмо, геноцид вот пошел оттуда. Поэтому это обман людей, против этого надо бороться. С этой властью уже толку не будет, я уже вижу, что они абсолютно не воспринимают нужды людей, не воспринимают их боли. И тарифы мы требовали, вот классический был случай, когда занесли в парламент закон, который подписали все фракции о снижении тарифов, ставим на голосование, голосуют все фракции, кроме Слугонародов. Вот как это понимать? Вот так обманули людей, и люди, думайте дальше, что делать с этой властью, которая вот так цинично обманула тех, кто ей поверил. Но будем бороться, и после смены власти мы тарифы приведем в нормальное состояние, когда, как это было, собственно говоря, еще несколько лет назад, я это помню, и все люди помнят, 13-й год, 12-й год, не было же такого бардака с тарифами, люди жили спокойно, платили и не содрогались от ужаса, когда видели вот такие космические цифры. Поборем. Пенсионеры живут в нищете. И это, несмотря на большой стаж работы и все рассказы о пенсионной реформе. Давайте послушаем, что беспокоит людей. Как прожить пенсионеру на 1760, даже запуталась уже, меняют на какие-то гривны, просто-напросто. Стажа 23 года, пенсия 1700, тарифы, платить за отопление. Всю зиму прожила, в комнате было 12 градусов, не больше, частный дом. Платить даже субсидии невозможно. Вот что ваша фракция может сделать, хотя бы, чтобы такие пенсии, ну это же невозможные пенсии. Жизнь пенсионеров и других слоев, безработных, безработица, конечно, всех это волнует и все переживают. Поэтому мы видим и смотрим по телевизору, что он принимает действия, направленные на стабилизацию, на мир, на то, чтобы лучше стала наша жизнь. За это мы ему благодарны. Это еще одна тема, которая звучит везде, не только на Донбассе. Это должна была так обмануть пенсионеров, когда берут какого-нибудь журналиста, типа Лещенко, ставят его членом наблюдательного совета на железной дороге, в чем он вообще не соображает. Или там на ЕМА на оборонпром ставят членом наблюдательного совета. Платят им 200-300 тысяч гривен в месяц, а пенсионеру в это время платят 2 тысячи. С такими коммунальными тарифами, с такими ценами и ценами на лекарства. Вот это все лицо сегодняшней власти. Это пиар, большая стройка, какие-то запредельные зарплаты своим людям, нужным, членам 95-го квартала всей этой команде. А пенсионеру обидели, оскорбили и унизили. Понятно, что мы будем бороться за них. Понятно, что мы не голосовали за бюджет, которым увеличили выплаты силовиков и оставили без увеличения выплаты пенсионеров. Но нас мало. Вот я отвечаю на вопрос женщины, которая первая задала вопрос. Вот думайте в следующий раз, за кого вы будете голосовать. Обманули вас эти слуги. Теперь думайте дальше. Потому что нас всего 40 человек, а их 250 в парламенте, тех, которые принимают такие законы. Вот они обманули людей. И я уверен, что в следующие выборы люди просто их уничтожат политически. Они уйдут с политической арены, как реальные обманщики, издевающиеся над собственным народом. Переселенцы, пересекающие линии разграничений, испытывают немало сложностей. Часть из них связана с необходимостью установки на смартфон специального приложения для контроля самоизоляции. Давайте послушаем вопрос жителей Янакева, часто посещающего Бахмут. «Будет моя дочка сюда ехать, понимаете? И у ней, ну, дитё, конечно, уже 16 лет, ради бога, за 16 там девочка, но у ней есть паспорт. И она как будто бы уже взрослая, но без родителей, без взрослых, её через границу не пускают. А теперь у них один телефон, а я второй вот забрал. Понимаете? Вот, вот это вот, сиди дома, понимаете? А там за границей, на границе, в особенности Украина, она прям, Россия ничего, ДНР тоже ничего. А вот Украина замудохала всех, понимаете? Вот давай сиди дома и всё. Хорошо, это была эпидемия, сейчас сняли эпидемию. Какой сейчас, какой проезд, вот сейчас хочу узнать, так, у встречных, поперечных, понимаете? А информации, как таковой, нету. Каждый день эта информация меняется. И вот это такой вопрос. И сейчас, можно ли матери с этой взрослой уже, с дитём взрослым, понимаете? Вот, проехать на один телефон, сиди дома, например, если даже надо увести эту беду, понимаете? Значит, можно ли на один телефон вот это проехать, понимаете? Не знаю, у кого узнавать, с кем узнавать, понимаете? Вот сейчас иду, пойду по людям спрашивать, что, где. Нигде никакой информации, везде только о людях думают. А каких людях? Что ты её знаешь? Значит, я и не человек. Житейская ситуация, к сожалению, часто бывает. Ну, во-первых, конечно, абсолютно право мужчина, что сейчас эпидемия спала, и надо упростить правила, поскольку, в общем-то, уже очень многие выезжают и заезжают в страну. И я разберусь, можно ли заехать с тестом, который сделан на непризнанных республиках. Если это можно, сделать там тест и с этой справкой заехать, то, в принципе, даже не надо эту дею вводить. То есть я сделал депутатский запрос по этому поводу, обязательно по этим вот деталям, как быть в ситуации, когда уменьшилась эпидемия действительно, и второе, принимаются ли тесты с той стороны на ковид, который можно сделать на неконтролируемых территориях. Принимаются ли они в Украине? Разберёмся обязательно в следующем выпуске, покажем, как это можно сделать. Кто и как должен контролировать цены на товары первой необходимости? Давайте послушаем вопрос на эту тему. А почему нет контроля за ценами на всевозможные виды товаров? Хочу задать вопрос Юрию Анатольевичу Бойко. Хочу поинтересоваться, почему цены в наших магазинах бьют мировые рекорды? Почему овощи и фрукты стоят в магазинах дороже импортных, наши украинские? Почему за границу наше подсолнечное масло и яйца уходят дешевле, чем на наш внутренний рынок? Когда же закончится это издевательство над народом? Спасибо. Ну, действительно, цены бьют рекорды. Вот яйца подорожали в два раза по сравнению с прошлым годом. Подсолнечное масло, которое действительно мы экспортируем как страна, являемся крупнейшим экспортером в мире, подорожало на 60% по сравнению с прошлым годом. И вот эта вакханалия продолжается, потому что правительство вообще не контролирует цены. То есть, вот обязательно контроль за ценами на товары первой необходимости, это то, что должна делать любая нормальная страна, правительство, особенно в условиях кризиса, в которых живет сегодня люди. А в 16-м году, в октябре, был отменен контроль за ценами на товары первой необходимости, там, в тогдашнем правительстве. Это была дикая глупость. Рассказывали, что там рынок сам отрегулирует, что сами там выровняется конкуренция. Ничего этого не стало. Тут же подскочили цены на товары первой необходимости, хлеб, сахар, масло. И за ними сразу поднялись цены на все товары. Вот когда был заложен этот механизм поднятия цен. И сегодня он продолжается, потому что сегодняшнее правительство, оно не в состоянии вообще что-либо контролировать для людей. Они работают чисто для западных конкурентов нашей страны. И заняты в основном вытеснением трудоспособных людей из страны, чтобы они ехали на запад и там зарабатывали. То есть вот восстановление контроля за ценами со стороны правительства, это первая задача, которую будем решать, как только сменится эта балашманная власть. И мы наведем порядок достаточно быстро. Я знаю, как это делается. Сами занимались ценами на бензин, контролировали, не давали им подниматься. И это мы знаем, механизм этот работает. Это очень просто и эффективно должно быть. Действия оппозиции, защита прав и свободы граждан. Вот тема вопроса, который был задан в Донбассе. Давайте послушаем. Скажите, пожалуйста, наша партия находится в оппозиции, но власть продолжает прижимать и прижимать нашу партию. Скажите, пожалуйста, закрываются телеканалы, которые мы постоянно смотрели. Что делает наша партия для того, чтобы защитить свободу слова наших жителей? Это давление, которое мы ощущаем на себе, оно продолжается не только в сегодняшней власти, а предыдущей. А, кстати, телеканалы уже закрыли при сегодняшней власти. То это давление показывает, что нас боятся. То есть, если бы не боялись, не обращали бы внимания, этого давления бы не было. И, конечно, мы будем бороться. Мы не собираемся там уставить какое-то восстание. Мы будем бороться конституционными методами. Мы заставим их считаться с нами. Мы заставим их считаться с людьми Донбасса. Мы сделаем все для того, чтобы защитить своего избирателя. Собственно говоря, мы это и делаем. Но это будет сделано мирно, потому что хватит нам этих всех криковых истерик, которые они там закатывали. И я убежден, что спокойная сила, это как раз то, что есть у нашей политической силы, она обязательно победит. Верьте нам, так и будет. Благодарю всех, кто участвовал в нашем диалоге. Вместе возродим Донбасс и вернем всем жителям края право на достойную жизнь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин